Впереди целый час информационного выпуска. Меня зовут Алмаз Ашим. Добрый вечер. Назову несколько тем данного часа. В снежном плену закрыты трассы, отменены занятия в школах и колледжах. Куда дует ветер и что нам ждать завтра? Всевидящее око. За паводком в Казахстане теперь следят со спутника. 13 тысяч штрафа за коронавирус. В Казахстане начинают наказывать тех, кто не слушается врачей. 12-летнего мастера по маникюру из Экибастуза теперь поддерживает самая сильная женщина планеты. Итак, по последним данным, самая сложная ситуация сейчас в Акмолинск области с погодой. Там заложниками снежной стихии стали уже более 100 человек. Водители бросают свои машины на дороге. Полным ходом идет эвакуация. Спасатели целыми семьями вывозят людей в пункты обогрева. Движение для всех видов транспорта запрещено на 19 участках автодорог республиканского значения. О ситуации в регионе расскажет наш корреспондент Азамат Кажанов. 19 февраля. Время 6 часов утра. Автодорога Адбасар-Сучинская. Подобная ситуация в ночь с 18 на 19 число была почти во всех районах области. В снежные заносы попали 36 автомобилей. Особо рискованные, несмотря на штормовое предупреждение, все-таки выехали в непогоду. Водителей и пассажиров, всего 41 человек, спасателям пришлось эвакуировать в пункты обогрева. Почти за два дня больше 100 человек получили помощь специалистов. Хочется от всех жителей ближайших сел выразить благодарность работникам МЧС службы 112 за оказанное содействие и помощь всем жителям ближайших саппозов. Трасса Петропавловск-Нурсултан. Направление города Нурсултан около поселка Шортанда. Такая картина наблюдается в нескольких районах области. Движение для всех видов транспорта запрещено на 14 участках республиканских дорог. По информации ДЧС, сейчас-то о четырех пунктах пропуска скопилось около 100 машин. В снежном плену остается еще 60 автомобилей. Всего выставлено 68 блокпостов на территории Акмолинской области на автородорогах республиканского областного значения. Работы по проведению аварийно-спасательных работ находятся на постоянном контроле и ведутся все прошедшие и следующие сутки. Те участки дорог, которые открываются, это тоже пока временно открывается. Как будет обстановка меняться, соответственно, будут дороги также перекрываться. Вместе с тем, из-за непогоды в Кокшетау был развернутый оперативный штаб. Здесь в круглосуточном режиме ведется мониторинг ситуации, а также координируются спасательные работы. Открыта горячая линия, куда могут обратиться люди, оказавшиеся в снежном плену. О предстоящей непогоде синоптики КАЗ Гидромета предупреждали население еще с 17 числа. По их прогнозам, в регионе ожидалось усиление ветра до 20-25, местами до 30 метров в секунду. Сегодня специалисты распространили новое штормовое предупреждение. В области сохраняется сильная метель, поэтому спасатели рекомендуют жителям воздержаться от загородных поездок на автомобильном транспорте. Азамат Каджанов, Евгений Шинкаренко, Анатолий Поляны, из Акмолинской области, Хабар-24. Штормовое предупреждение сохраняется и в столице. Из-за сильного ветра и метели закрыты многие трассы. На выезде из города по-прежнему нулевая видимость. И там сейчас находится наш корреспондент Бахтиар Арынгазин. Бахтиар, скажите, какая ситуация на трассе? Да, ситуация на трассе по-прежнему такая же, какая была в начале дня. Все трассы, которые ведут из города, по-прежнему закрыты. Из-за сильной метели и ограниченной видимости 50 участков автодорог республиканского значения перекрыты. И большинство из них в Акмолинской области 14 автодорог. В Нурсултане также 6 трасс перекрыты. Очистительные работы ведутся коммунальными службами столицы. А также спасатели, в свою очередь, продолжают выезжать на подмогу к тем гражданам, которые застряли в снежном плену. На данный момент 9 человек, из которых 35 детей, были спасены спасателями, полицейскими и сотрудниками дорожной службы. Ну а сейчас хотелось бы обратиться за комментариями к водителям-дальнобойщикам, которые также застряли здесь на трассе и не могут выехать в путь. Что-то нету никого. Здравствуйте. 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 Ну как у вас тут дела? Вам тут жарко, я смотрю? Жарко у нас. А как вообще в целом дела? Все. Сколько уже здесь стоите? Сутки стою, сутки. Сутки стою? А товар в какой срок нужно доставить-то? Нам не к спеху уж, но надо доставить вовремя. Ага. Продукты питания, горячий чай имеется? Все есть с собой. Все с собой? Вода есть, все есть. А в пункты обогрева забирать не собираются вас? Нам не надо. У нас и так Ташкент здесь. Пока все хорошо, настроения, я смотрю, приподнятые. Нормально, нормально. Как Бог повелил, так и делается. Ну спасибо, удачи вам. Удачи вам. Спасибо, надеемся. Давайте. Ну, давайте еще за одним комментарием обратимся также к водителю данного грузового автомобиля. Насколько неизвестно, здесь они находятся уже достаточно долгое время. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Стоим. Сколько стоите уже? Со вчерашнего вечера. Со вчерашнего вечера? Продукты питания, чай горячий имеется? Помощи от МЧС вообще никакой не было. Их вообще тут не было. Дорожников тоже нет. Дорога вообще не чистая. Техника бы не проходила сегодня. Сколько еще стоять, нам вообще неизвестно. Ага. А в какой срок нужно товар-то достать? В срок ближайшие два дня мне надо доставить до Челябинска. Но я уже, из-за сегодняшнего дня, я уже не успеваю. А в пункт обогрева вы собираетесь поехать, что вы хотите? Хотя бы там где-то переждать. Ну, никто ничего не предлагал. И машину я не могу бросить, потому что это как бы материальная ответственность большая очень. Ага. Вот поэтому сидим, ждем. Ну, что ж, удачи тогда вам. Я думаю, после увиденного обязательно придут на помощь специальные службы. Ну, как видите, такая вот ситуация происходит сейчас на дорогах в черте города страны, в черте города столицы. И таких фур, в принципе, достаточное количество. Выстроились они в один большой ряд. У меня все. Слово вам, Алмаз. Бахтиар, есть какая-нибудь информация о том, когда будут открывать трассу? Пока никакой информации нету, потому что, как мы видим, здесь все еще, все еще вон там вдали, можно посмотреть, находятся спасатели. До сих пор проходят очистительные работы вон там вдали. Видимо, работы очистительные ведутся, в принципе, с дальних частей дороги. Пока нет каких-либо данных. Ну, обратитесь с этим вопросом. Мы немного позже, возможно, к вам вернемся. На выезде из Нур-Султана работает наш корреспондент Бахтиар Арынгазим. Мы продолжим выпуск. Последствия непогоды в столице устраняют больше тысячи человек. Работает почти полторы тысячи единиц специальной техники. За минувшую ночь коммунальные службы вывезли 32 тысячи кубометров снега. С начала зимы по подсчетам городского Акимата они сделали более 300 тысяч рейсов на полигоны. С 18 на 19 февраля выпала полумесячная норма осадков 7 миллиметров. Обычно за весь февраль выпадает 15 миллиметров. Снегопады и метели сохранятся еще сутки. Об этом сообщает КАЗ «Гидромет». Теплые атмосферные фронты, связанные с Атлантическим циклоном, перемещаясь через северную половину Казахстана, вызвали потепление. В ближайшие сутки влияние фронтов сохранится и затем они уйдут на юг Западной Сибири. В горах Алматы прогремели взрывы. Специалисты КАЗ «Селезащиты» провели профилактический спуск снежной массы. 100 килограммов тротила хватило для обвала 15 тысяч кубометров снега. Это первый искусственный спуск лавины в этом году. Ранее в горах самопроизвольно сошли 10 лавин на тех участках, где они не представляли опасности для людей и строений. Из-за обильного снегопада уровень снежного покрова в Алматинских горах, естественно, увеличился. И сегодня удалось снять только часть опасного объема. Взрывные работы продолжатся до пятницы. Все зависит от рекомендации КАЗ «Гидромета». Поэтому спасатели просят алматинцев и туристов в ближайшие дни воздержаться от походов в горы и соблюдать элементарные правила безопасности. Местных жителей постоянно предупреждают о том, что в городе сохраняется угроза схода лавин. В городе Алматы имеется 165 лавин на опасных участках. Из них 18 являются потенциально опасными. Данные участки контролируются по стану КАЗ «Гидромет» и КАЗ «Селезащиты». Состояние снега ежедневно изучается. И КАЗ «Гидромет» в зависимости от состояния снега дает рекомендации. Необходимо отметить, что мы в этом году уже приступили к разработке методики автоматизированной системы мониторинга лавинной опасности. На следующий год планируется ее внедрение. Все это будет интегрировано с уже внедренным первым этапом автоматизированной системой мониторинга селевой опасности. Просчитать, предупредить и смоделировать паводковые риски смогли ученые Восточного Казахстана. Угрозы половодия они оценивают по информации из космоса. Местные геологи получили ключ к расшифровке спутниковых данных. По ним специалисты оценивают уровень воды в подземных горизонтах и возможности почвы впитывать влагу. С новыми технологиями ознакомился наш корреспондент. Рабочий день начинается с проверки температуры окружающей среды. Здесь у нас установлен градусник. Каждый день у нас показания снежного покрова. В данное время в нашей территории снег 40 сантиметров показывает. Высота снега в горах приближается к двухметровым отметкам. Без данных с метеостанций в паводковой обстановке не разобраться. В данное время мы получаем ежедневно два раза со всех наших снеголовинных маршрутов информацию утром, вечером. Это температура воздуха, накопление снега. Снегозапасы в бассейнах горных рек на 50% превысили многолетние нормы. С воздуха спасатели следят за прочностью дамб при давлении весенних вод. Вы видите, насколько аномальная зима вообще в этом году. Было также принято решение посмотреть гидротехнические сооружения. Мы практически большую часть их облетели. Помимо ежедневного сбора информации с метеопостов и облета территорий с изучением объемов снегонакоплений, паводковые риски на востоке Казахстана решили узнать по науке с помощью космического мониторинга. Олег Дмитриевич, вот что сейчас мы можем узнать в частности? Высчитываем вот эти коэффициенты, то если у нас количество, вот этот коэффициент не маленький, он отрицательный может, это означает, что количество воды здесь в подземных горизонтах минимально. По спутниковым данным ученые узнали значение величин гравитации. По ним определили соотношение воды в подземных горизонтах и способности почв впитывать талый снег. Эти данные весьма актуальны, весьма интересны, поскольку они могут предсказывать вот эти климатические изменения, то есть что мы ожидаем в ближайшее время, либо же у нас будут паводки, либо же у нас будут засуха. По мнению геологов, спутниковые технологии позволят сэкономить миллионы тенге, вложенные в визуальное изучение паводковых рисков. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. К другим темам. Бахилы по 180 тенге, халаты по 25 тысяч. В Актау студенты медицинского колледжа обратились в прокуратуру. Их заставляют покупать дорогую спецодежду непосредственно в учебном заведении. Отказаться от сделки невозможно, утверждают будущие медработники. Это может негативно сказаться на дальнейшем обучении. Инцидентом уже заинтересовалось областное управление образования. Ситуацией попыталась разобраться наш корреспондент. Потому что я брала специальные для вас. Это именно медицинские, чистые медицинские из Турции привозили. Они же обработанные. Аптеки тоже есть? Нет, не такие. Аптека не такая. Аптека такая? Нет, нет. Знаете что, едите все отсюда, чертой матери. А мы все равно не будем покупать. А? Ну не покупайте, зачем? Эту аудиозапись, где руководство колледжа объясняет причину, почему все-таки студентам придется приобрести импортные бахилы, предоставили сами учащиеся. Заморский товар, как водится, выше в цене. Поэтому и бахилы турецкие не по 20 тенге, как на рынках города, а по 180. И продают их только в учебном заведении. Я из Истамбула принесла это. Мы говорим, нет, не будем. Она на нас матерится. И пугает четвертый год, что вам что, не нужен диплом? Как-то раз нас выгнали из аудитории. Причина проста. Мы не хотели покупать эти бахилы. Смена обувь нужна в колледже. В прошлом году брали тапочки. В этом без бахил не пускают на уроки. Как выяснилось, дорогостоящие бахилы – это не единственный товар, который должны приобретать студенты. В стенах образовательного учреждения им продают и белые медицинские халаты по 25 тысяч тенге. Вопросов много. Но вместо комментариев руководство вызвало полицию. Заявлением в надзорный орган обратились родители учащихся. Прокуратура, в свою очередь, направила его в управление образования. К субботе мы можем дать развернутую информацию по ситуации. Сейчас мы образовали комиссию, куда вошли и студенты, и родители, и специалисты ряда сфер. Провели встречу с родителями, заявления изучаются. Пока конкретных мер в отношении руководства медицинского колледжа в областном управлении образования принять не могут, потому что учебное заведение частное. Поэтому лишь после окончательного заключения специальной комиссии дело передадут в прокуратуру. Динара Нургалиева, Саламат Бигпаев, Хабар, 24, Октал. И к другим темам. В Казахстане будут штрафовать людей, нарушивших карантин по коронавирусу. Все граждане, прибывшие из стран, где он зарегистрирован, находятся под наблюдением врачей. Их разделили на три категории. Первая – это те, кто прибыл из КНР в течение последних 14 дней. Они две недели остаются в стационаре. Затем 10 дней находятся под наблюдением медиков на дому. Вторая категория – граждане, прибывшие из стран, где зарегистрировано более 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они будут вынуждены размещены под домашний карантин. А граждане, прибывшие из стран, где зарегистрировано менее 10 случаев, относятся к третьей категории и будут также находиться под наблюдением врачей по месту жительства в течение 24 дней. Хотелось бы обратить внимание всех граждан Республики Казахстана, что и лиц, временно пребывающих на территории Республики Казахстан, в случае нарушения данного режима законодательства Республики Казахстана, об административном праве нарушения предусмотрена административная ответственность, то есть неисполнение законных требований государственных органов. За сутки в Китае от нового коронавируса выздоровели больше людей, чем заболели. Это впервые с начала эпидемии. По словам врачей, в лечении вируса используют как западные лекарства, так и традиционные китайские препараты. Между тем, согласно последним данным, число скончавшихся от COVID-19 превысило 2000 человек. Зараженных более 17 тысяч. Подробности в нашем сюжете. По данным китайских специалистов, более 19% пациентов излечились от коронавируса и 2,7% скончались. Это значит, что вспышка опасного вируса в Китае достигла своего пика и число новых случаев заражения в дальнейшем будет только уменьшаться, говорят медики. Тенденция распространения вируса постепенно претерпевает положительные изменения. На следующем этапе нам предстоит закрепить успешные результаты в борьбе с пневмонией, а также обеспечить эффективное лечение тяжелобольных. Таких пациентов насчитывается около 15%. Еще чуть более трех находятся в критическом состоянии. Власти опубликовали новую версию национального плана диагностики и лечения пневмонии. В список лекарств против инфекции включили дополнительно противомалерийный препарат хлорохин и антивирусный орбидол. А тяжелобольным пациентам проводят переливание плазмы крови. Наряду с западными препаратами врачи применяют и методы традиционной китайской медицины. Препараты традиционной китайской медицины широко применяются в клинической практике. Разумеется, будут проводиться дальнейшие исследования. Если они окажутся эффективными в борьбе с новым типом коронавируса, к примеру, уменьшат проникновение вируса в клетки или предотвратят дальнейшие ухудшения состояния больного, мы будем еще шире их применять. Между тем, на Diamond Princess завершился карантин. Однако далеко не для всех пассажиров. На японский берег сегодня высадились примерно 500 человек, у которых вирус не подтвердился. Остаются же на борту 3000 пассажиров и членов экипажа. Напомню, на судне COVID-19 диагностирован у более чем полтысячи человек. Это стало крупнейшим скоплением больных за пределами КНР. Власти Японии изначально приняли решение изолировать всех пассажиров на этом судне, чтобы избежать распространения вируса по всему миру. Но очевидно, ситуация изменилась. В закрытом помещении вирус начал быстро передаваться от зараженных другим пассажирам. Японские власти действуют в соответствии с реальностью и принимают необходимые меры, координируя действия с другими странами. Между тем, негативное воздействие от коронавируса на себе почувствовал HSBC. Британский банк объявил, что сократит 35 тысяч рабочих мест. То есть заработка лишатся 15% всех его сотрудников. А это гораздо больше, чем ожидали аналитики. Частично на это повлияло распространение эпидемии, поскольку на азиатский рынок приходится половина доходов и 90% прибыли банка. Асем Хасянкза и Ботогой Саргабаева, Хабар-24. Я уже говорил, что появились новые подробности трагедии компании Бикэйр. И вот сегодня стало известно, что билот, рухнувшего близ Алматы самолета Бикэйр, был обязан продолжить взлет. Об этом сегодня сообщили эксперты авиакомитета, которые занимаются выяснением причин крушения пассажирского судна. Специалисты впервые показали компьютерную реконструкцию авиакатастрофы. Оказывается, судно поднялось только на 6 метров и все это время балансировало. По данным следствия, так называемый угол атаки самолета – это важный параметр во время отрыва от взлетной полосы. Стал критическим этот угол. И после чего самолет столкнулся с землей на скорости 128 км в час. И далее судно врезалось в ограждение. Экипаж сделал все, чтобы сохранить жизни. По крайней мере, пытался сохранить жизни пассажиров, членов экипажа и целостность воздушного судна. Сознательных действий там явно не было. Эта авиакатастрофа, напомню, произошла утром 27 декабря в Алматы. Авиалайнер «Фокер-100» направлялся в столицу. На борту самолета находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. В общей сложности погибли 13 человек, 49 были ранены. Первый президент Казахстана принял премьер-министра. Оскар Мамин доложил Нурсултану Назарбаеву о социально-экономическом развитии страны и привлечении прямых иностранных инвестиций. Также в ходе встречи глава Кабмина рассказал Ельбасу о том, какую работу проводит правительство по созданию новых рабочих мест, как реализуются инфраструктурные проекты, развивается агропромышленный комплекс. Также сегодня первый президент принял председателя Национального банка. Ербулат Досаев проинформировал Ельбасу о реализации денежно-кредитной политики, рассказал, какой была ситуация в январе и доложил о состоянии золотовалютных активов страны и Национального фонда. Кроме того, председатель Национального банка доложил Нурсултану Назарбаеву об исполнении госпрограмм в рамках пяти социальных инициатив и также реализации проекта «Экономика простых вещей». Обеспечить принятие конкретных мер, направленных на поддержку казахстанских масс-медиа. Такую задачу поставил президент перед министром информации и общественного развития. Даурен Абаев доложил главе государства о проводимой работе по совершенствованию механизмов государственной информационной политики, укреплению взаимодействия с гражданским обществом, развитию молодежных инициатив и проектов, а также о планируемых мерах в области диаспоральной и религиозной политики. Касым Жмартукаев поручил уделить особое внимание эффективному проведению «Года волонтера», созданию действенных институтов поддержки добровольцев. Президент отметил большую значимость вовлечения гражданского общества в реализацию концепции слышащего государства и развития инструментов открытого правительства. Тяжелоатлетку Майю Манезу не оставила равнодушная история юного Нел-стилиста из Экибастуза. Спортсменка предложила помощь в реабилитации брата Арулата Мухаммедкалиева. Именно на его лечение школьник собирает средства. После сюжета на нашем канале неравнодушные люди собрали Арулату более 2 миллионов тенге и помощь продолжает поступать. На всю страну Арулат Мухаммедкалиев стал известен совсем недавно. Случилось это после того, как о юном маникюрчике рассказали отечественные и зарубежные СМИ. В родной школе шестиклассник преуспевает и в учебе. Арулат он очень способный ребенок. Способности у него очень разные. Я могу сказать, отметить, что способности в сторону математики очень хороши у него. Пятерка твердая, это его по математике. Помогают родители развивать ребенка. Широкую известность Арулат получил, пожалуй, как самый молодой нейл-стилист. Но как большинство подростков он любит футбол, а главным своим увлечением называет шахматы. Я хочу быть победителем во всем, в жизни. В шахматах, в футболе, в маникюре и в учебе. Во всем. Умение для этого нужно, еще логика и терпение. И знание. Однако сейчас, говорит Арулат, основная его задача – это забота о семье. История о том, как мальчик делает маникюр, зарабатывает на лечение младшего брата, тронула многих. Его аккаунт в соцсети быстро набрал тысячи подписчиков. Немало из них готовы помочь. Я переговорил со своими друзьями, которые являются держателями больших салонов. Это Санья Ильясова, Санди Биксерга. Они очень крутые. И они готовы взять этого парня, то есть Арулата, под свою опеку. То есть обучить его и пройти и у нее, и у нее. Плюс я готов оплатить им проживание на этот период, перелет, проблем нет. То есть сделать все для того, чтобы дать человеку удочку, но не рыбу. Семье с пятью детьми необходимы средства на реабилитацию шестилетнего беккарыса. Четыре года назад он получил травму, и теперь его развитие требует неимоверных усилий всей семьи. Это не оставило равнодушной и одной из самых сильных женщин планеты – тяжелоатлетку Майо Манезу. Я видел вот это манечки, просто это маникюр делаю. Я смотрю, 12 лет, вроде ребенка еще. У меня есть медицинский центр. Что можно вам помогать? Она говорит, ну, это, хотела приедет. Приедет наш доктор, чтобы посмотреть. Наши медицинские центры все есть. И карателопия, массаж, травы. Я говорю, я не знаю, чем можно помогать. Ну, вроде я уже готова помогать. Ну, я пока не знаю. Надо посмотреть ребенка сначала. Сейчас мы еще не видели ребенка. Как стоян, ну, какое самочувствие, не знаю еще пока. За последнее время неравнодушные казахстанцы собрали уже больше двух миллионов тенге. Все эти средства, уверяет семья, будут потрачены только на больного ребенка. Я очень рада, я всем благодарна, что люди не остались в стороне, а хотят какое-то принять свое участие, предлагают помощь, поддерживают просто теплыми словами. Ну, вот, всем-всем спасибо, конечно. Наш эфир продолжит программа «Круглый стол» с Рахимом Ошакбаевым. Рахим, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Алмаз. Буквально через несколько минут мы обсудим проблему синтетических наркотиков, которые захлестывают нашу страну. Смотрите. Продолжение следует...